Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень интересная новинка, потому что, по сути, это первая новинка от Lada, новое время, скажем так. Это Lada Granta Sport. Это не Active Drive, который отличался обвесом и иной подвеской, нет. Это, действительно, машина доработана по всем аспектам. Внешне ее тоже можно отличить, причем, в отличие от дорестайлинговой Granta, которая была только с кузовом седан. Новая Granta Sport доступна и с кузовом седан, и с кузовом liftback. Это тоже интересно, особенно учитывая, что производство классического хэтчбэка Lada Granta, который бывший Калина, закончено, то получается, если хочется автомобиль с кузовом хэтчбэк, то сейчас это только liftback. Внешне машину можно легко отличить по аэродинамическому обвесу, по своим оригинальным колесам, но самое интересное, конечно, внутри. И внутри во всех смыслах, потому что, во-первых, салон, иной руль, обтянутый кожей, естественно, свои приборы, естественно, сиденья спортивные с развитой боковой поддержкой, с развитой поддержкой бедер, с увеличенной длиной подушки, и, несмотря на то, что сама посадка осталась такой же, как и в обычной Granta классической, и руль регулируется только по углу наклона сиденья, стоит относительно высоко, тем не менее, в ней сидеть гораздо удобнее, именно как раз за счет иного профиля сиденья. Оно не, в пример, лучше, чем в стандартной машине, это факт. За основу была взята комплектация Comfort, не самая богатая, поэтому у машины, например, нет центрального замка, нет климат-контроля, только обычный отопитель с кондиционером, простенькая медиасистема, но что-то подсказывает, что это временное решение, потому что сейчас просто не хватает комплектующих для богатых версий. Наверняка в будущем машина будет упакована богаче, но это не главное. Главное то, как она доработана в техническом плане. Двигатель. Он остался того же объема 1600 кубиков, это стандартный 16-клапанный двигатель вазовский, но он был сильно переработан, была изменена высота подъема клапанов, как впускных, так и выпускных, то есть стоят распредвалы с так называемыми высокими кулачками, плюс была переработана топливная система, впуск, благодаря чему количество поступающего воздуха почти на 30% увеличилось, в которые поступают цилиндры. Естественно, была переработана впускная система. Сами понимаете, что наполнение и очистка камер сгорания от работавших газов и наполнение ее топливной смесью, это, собственно, ключевой момент при проектировании любого двигателя. В общем, все эти меры позволили увеличить мощность до 118 л.с., а крутящий момент возрос до 151 ньютон метра. Показатели очень хорошие, учитывая, что машина-то небольшая, плюс весит чуть больше тонны, поэтому из 10 секунд она выезжает легко, но это не главное. Главная именно сама характеристика двигателя, она очень удобная. То есть, с одной стороны, до 3500 оборотов тяги практически нет, она нормальная, достаточная, для обычного передвижения в потоке ее хватает, но самое интересное, конечно, начинается после 3500, потому что тут мотор явно просыпается, чувствуется явный подхват, и, например, когда автомобиль находится на гоночном треке, вот именно в этом диапазоне, от 3500 до почти 7000 оборотов, хочется держать постоянно стрелку тахометра, потому что двигатель живет, причем это слышно даже по тембру работы за выпускную систему. Честно скажу, отдельное спасибо. Я никак не ожидал, что на автомобиле такого класса будет так приятно звучать двигатель, причем такого маленького объема, без всякой турбины, но действительно голос у него поставлен хорошо. Добавляем газ, правый, и чуть-чуть отпусти ее шире, и доворачивай правый больше. Да-да-да, добавляй газ теперь, и распускай шире на выход, хорошо. И все, вдоль этой линии есть. Сброс чуть-чуть, тормоз, и правый. И теперь добавляй газ, и распускай шире шире. О, хорошо. Но едет машина хорошо не только благодаря двигателю, но и, конечно, благодаря переработанной ходовой части, потому что подвеска была сильно модернизирована, уменьшен дорожный просвет, стоят амортизаторы Lada Sport. Машина стала сильно жестче, но при этом на грунтовой дороге, на разбитой дороге, она не производит впечатление костотряса. То есть нет такого ощущения, что вот-вот сейчас все развалится, и нужно срочно снижать скорость. Нет. На фоне стандартной Гранты, конечно, машина жесткая, но в целом ездить даже по дорогам среднего качества на автомобиле можно. Но самое главное, как Гранта стала ехать по треку. Это действительно, наверное, самый доступный и самый правильный трековый автомобиль на сегодняшний момент на рынке. Потому что она не идеальна. При переборе скорости машина по-прежнему скользит наружу поворота, это у нее никуда не делось. Но в целом, мне кажется, самое правильное определение для Гранты Спорт, особенно на треке, это дружелюбное. Это полезно для людей, у которых нет каких-то специальных навыков. И если вы оказались впервые на треке, машина прощает многое. Можно еще часто не переключаться, это тоже очень большой плюс. Главная пара, она укороченная, 4-1. Но в целом на большинстве трасс можно пользоваться одной-двумя передачами в большинстве случаев, и их хватает. Это, на самом деле, очень важный момент, что не нужно постоянно работать рычагом коробки передач. Очень мне понравились тормоза. Они тоже доработаны. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, плюс сзади вместо барабанов используются дисковые тормозные механизмы. Мне они понравились не столько своей эффективностью, хотя тут тоже вопросов нет, мне они понравились своей выносливостью. Ведь обычно у заряженных автомобилей гражданских есть одна большая проблема. На треке после нескольких кругов все, тормоза сдаются, все сдается, машина перестает ехать, перестает тормозить. Но здесь мы отъездили несколько сессий по Нижегородскому кольцу, и, тем не менее, тормоза по-прежнему держали. Вот это для меня было удивительно. То есть они действительно очень долго выдерживают гоночный режим. Для трекового автомобиля, особенно для трекового автомобиля для начинающих, это отличный показатель. В общем, в целом хочу сказать, что Гранта Спорт – это очень удачная машина. На ней можно легко ездить каждый день, вообще никаких проблем. Она по-прежнему практичная. У седана огромный багажник, лифтбэк вообще тут молчу. Но при этом в качестве трек-автомобиля, в качестве автомобиля для тренировок, это идеальный спортивный снаряд для начинающих. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать о всех новых роликах. Помните, что мы есть во всех соцсетях. И до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова